Сегодня я предлагаю вам вспомнить знаменитых людей, которые умерли молодыми в 2022 году. 11 января не стало актера Алексея Гириловича. Актер был известен многим поклонникам кино более чем по 60 ролям. Его можно увидеть в лентах «Глухарь», «Отдел», «Карпов» и «Гранд 4». Алексею Гириловичу было 48 лет. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. 11 января из жизни ушел журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Наибольшую узнаваемость Михаилу Зеленскому принесла телепередача «Вести Москва». Михаилу Зеленскому было 46 лет. Причиной смерти телеведущего стал инфаркт миокарда. Он покоится на Троекуровском кладбище. 16 января этот мир покинул актер Иван Рудаков. Актер был известен большому числу людей по ролям более чем в 40 проектах. Например, он снялся в лентах «Кухня», «Ланцет» и «Цыпленок жареный». Ивану Рудакову было 43 года. Причиной смерти актера стали последствия коронавируса. Он покоится на Троекуровском кладбище. 19 января свой земной путь завершил актер Гаспар Ульель. Этот актер был знаком огромному числу людей более чем по 25 ролям, среди которых немало главных. В том числе Гаспара Ульеля можно увидеть в проектах «Заблудившиеся», «Последний день», «Сен-Лоран стиль – это я», «Ева» и «Один король – одна Франция». Гаспару Ульелю было 37 лет. Причиной смерти актера стал несчастный случай на горнолыжном курорте. Он похоронен в Париже. 10 февраля умер актер Виталий Лобанов. Люди неплохо знакомы с его творчеством. Обусловлено это тем, что в фильмографии этого актера более 40 ролей. В том числе Виталий Лобанов снялся в проектах «Тайны следствия 17», «Ментовские войны 11» и «Карамора». Виталию Лобанову было 43 года. Он покоится на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга. Светлая память всем людям, которые преждевременно покинули этот мир. Пискаревском кладбище Санкт-Петербурге